Привет, друзья! Сегодня 11 октября, и мы приехали в Сосновый Бор посмотреть ситуацию с боровиками, с другими благородными грибами. Посмотрим рыжики, маслята, в общем, все, что будет попадаться, все вам буду показывать. Если здесь в Сосновом Бору будет ситуация не очень по грибам, то мы переедем в смешанный лес, который в этом году постоянно нас радовал подосиновиками и белыми грибами. Так что что-нибудь по-любому все не найдем. Попались маховики боровые. 11 октября. В Сосновом Бору, конечно, красиво. Белый мох, ходишь не по бурелому. Маховички молодые. Мы будем брать все, что есть. Маховик. Гриб хороший. Самое главное, что чистенький. Вот уже. Какой маховичок. Чистенький. Берем. Вот еще помимо маховиков, масленок попался. Ну вот, друзья, смотрите, воскресенье, 11 октября. Смотрите, что мне попалось в Сосновом Бору. Опа. Боровик. Сосновый белый гриб. Красота. Я вообще в шоке. Затаскиваем. Оп. Ох. Боровичок. Боровичок. Вот это вот красотуля. Холодный, твердый. Боровичок. Обалдеть. Неужели так он небольшого возраста, да, может, пошла последняя волна боровиков в этом году? Еще маховички попались. Чик. Сразу их проверим. Чистенькие. Оп. Я так-то грибы обычно вытручиваю. Вот именно их решил срезать. Потому что и тот, и другой способ, они безвредны для грибов. А вот и беленький попался. Обычный. Оп. Обычный, березовый. Но, смотрите, пустой. Всего внутри у него ножку все съели. Да и шляпка, наверное, червивая. Поэтому его мы брать не будем. Смотрите, кто нам еще попался. Боровичок. Еще один боровичок. Смотрите, какой классный. Тоже молодой, крепкий. Прямо вот. Крепкий, молодой. Прямо вообще класс. Второй боровик. Конечно, они встречаются не часто, но попадаются. Здорово. Продолжаем. Ну что, друзья. Смотрите. Еще один попался. Боровик. Это самый большой из всех сегодняшних боровиков. Аккуратно его сейчас выкрутим. Оп. Оп. Вот. Все у него остается в земле. Все корешки. Даже чуть-чуть обломился. О, боровичок. Класс. И он, кстати, здесь не один. Сразу вот сюда. Как я их заметил, даже не представляю. Смотрите, еще два. Еще два маленьких боровичка. Хожу уже, наверное, час. Может, даже чуть побольше. Грибочки попадаются, конечно. Но не так мог, как хотелось бы. Вот попался очередной боровичок. Смотрите, какой красавчик. Обалдеть. Сейчас мы его вытащим. Перед этим еще покажу другой боровик. Который тоже неподалеку здесь от него стоит. Класс. Еще очередной боровик. Сегодня здорово вообще. Честно, не ожидал, что сегодня найду боровики. Вот он. И очередной боровичок. В песочке они. Но они растут в песке. Поэтому Морных песок всегда присутствует. Их нужно всегда мыть. Тщательно. Но грибы какие вообще. Бомба. Просто бомба. Для 11 октября Результат вообще супер. Еще один боровичок попался. Это я уже иду к машине. Тверденький. Твердый. Темно-вишневая шляпка у него. Класс. Кстати, из тех 7 штук только 2 были чистых. А 5 червивых. Вот этот, наверное, тоже будет, скорее всего, чистый. Еще я его, конечно, посмотрю на чистоту. Но уже иду к машине. Следующее включение уже, наверное, будет из смешанного леса. А на сегодня с сосновым бором мы отпрощаемся. 8 боровичков он нам дал. И это 11 октября. Вот попался первый подосиновик сегодня. Из-за засухи у него трескается шляпка. Он подосиной красный. Смотрите, сколько листьев попадало. На деревьях еще есть, но основном желтые. Зеленых уже очень-очень мало. Листвы под ногами много. Грибы заметает. Плюс еще они под цвет шляпок. Из-за этого намного сложнее искать в такое время года грибы. Вот это я уже сфотографировал. Маленько листья вокруг подкидывал у него. Поэтому было заметно. А изначально он был такой. Вот он. Красный подосиновичек. Холодный. Вот видите, ножка у него краснеет. Подосиновик красный. Грибная муха летает. А вон еще одна. Откладывает личинки, из которых потом образуются черви. Ничего. Успели. Забрали. Вот попался белый гриб. Смотрите, сколько грибных комариков вокруг него. Пытаются личинки отложить. Десятки, наверное, штук. Видите? Со всех сторон. Здесь вот рядом подберезовик. Темный такой осенний вариант. Сейчас его проверим тоже. Ну и белый. Ух, крепкий. Вот еще один попался подосиновик. В этот раз желто-борый. Ух. Тоже комарики из него вылетают. Грибные. Но у нас солнечная погода стоят. Без дождей. Вот они летают. Вот так. Вытащили. Видите? Нога черно-белая. В этот раз не красная. И шапка желтая. Вот так. Желто-бурый. Красавчик. Осенние грибы. Можно сказать, одни из последних благородных грибов. Хотя еще будет волна о польских. Наверное, я сниму обязательно видео. Вы на канале его увидите. Не знаю, как дальше будет с подосиновиками ситуация обстоять. С белыми. Если будут расти, я буду все снимать, вам показывать. Пока что подосиновики. Но, как вы видите, они уже не частые. Кучками не попадаются. Потому что уже конец сезона. Ну, хотя бы так. Хотя бы вообще попадается. Вон, горькушка стоит большая. Сейчас вот здесь вот так вот по этому болоту пересохшему полазью. Посмотрю. Если еще что найду, покажу. Вот попался еще один подосины и красный. Ну, это уже такой большой. А до этого вот прошел, вот не снимал. Польский. Молоденький. Польские грибы у нас пошли. Понимаю, у меня будет отдельное видео. Из одного польского места. И разноцветный маленький бомберезовик. Чистый. Вот. Еще один подосины и красный. Отлично. Грибы потихоньку прибавляются. Благородные грибы. Попались еще подберезовики. Черноголовые. Ого. Черноголовцы. Нормальные. Берем. Тут еще один побольше. Третий. Аккуратно его вытаскиваем. И грибница. Она вся в земле. Там. Загрибница никто не вытаскивает. В себя. Третий. 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 Там.